Дорогие девушки, вы наверное замечали у многих сейчас на руках красные нити, особенно у звезд и их детей. Защитный амулет, который оберегает своего владельца от любого негативного воздействия, как духовного, так и физического. Нить повязывается на левое запястье с семью узлами, близким человеком, которому вы полностью доверяете и любите. Подарите и вы своим близким и себе защиту от дурного глаза. Раз в месяц доставка из самого Иерусалима. Ознакомиться более подробно и заказать можете по ссылочке в описании под видео. Полной неожиданностью стала для многих появление в эфирах Либерш к Падону. И хотя девушка сразу же заняла пост ведущей и уже успела сменить на сейшелах Андрея Черкасова, многие не поверили, что экс-участница смогла вот так легко простить проекту все прошлое унижение. Особенно разговоры о пьянстве. Теперь именно хронический алкоголизм, в котором в свое время так активно обличали к Падону, телезрители сочли достойной причиной для увольнения. Многие буквально требуют убрать мулатку с поста ведущей, открыто заявляя, что девушка с испорченной репутацией вряд ли сможет стать авторитетом для других. Сегодня в социальной сети появились слухи о том, что Дмитрий Талыбов больше не является участником телепроекта. Молодой человек отправился в Краснодар, где и находится в данный момент. Информация о его уходе пока не подтверждена, однако по словам одного из источников на поляне, Дима действительно распрощался со статусом участника. У Сергея Захарьяша сложилась трудная ситуация. Молодой человек прекрасно понимает, что мама Лилии Четрару относится к нему очень плохо. Более того, первое время Сергей даже извиниться перед ней не считал нужным. Только сейчас парень решился на этот шаг и готов принести будущей тёще официальные извинения, чтобы в будущем заручиться её поддержкой, ведь надеется жениться на Лилии. Не первый день в периметре телепроекта обсуждается тема беременности Александры Шевы. Девушка чётно пытается цепиться за эту ниточку, чтобы стать одной из самых рейтинговых участниц и получить иммунитет от ухода. Александра готова зачать ребёнка от кого угодно, лишь бы сделать это на проекте и остаться под камерами подольше. Сегодня ночью Саша выложила в сеть небольшое видео из больницы на Сейшелах, где побывала вместе с Денисом Ковалёвым. Девушка рассказала, что прибыла в больницу, чтобы установить факт беременности. Предполагаемым отцом считается Денис, однако фанаты Дом-2 подозревают, что Шева беременна от другого, а теперь хочет повесить малыша на Ковалёва. Споры по поводу беременности Рапунцель не утихают вот уже несколько недель. Это неудивительно, ведь сама Ольга только и делает, что подогревает недоверие окружающих и провоцирует всё новые и новые пересуды за спиной. Как выяснилось, дело не только в то пропадающем, то вновь появляющемся животе девушки. Например, в отличие от других будущих мамочек, срок беременности Оля считает не неделями, а месяцами. Причём точно назвать на каком она месяце не может. А недавний поступок Рапунцель и вовсе развеял последние сомнения. Внимание! Телезрители привлекли кадры из комнаты Ольги, после которых стало понятно, якобы беременная девушка спит на животе. Ни для кого не новость, что подобная поза категорически запрещена беременным, тем более на таком большом сроке. И вывод о том, что Оля врет, напрашивается сам собой. На сегодня это все новости Дома-2. Смотрите предыдущие интересные видео на моём канале, ставьте лайк и оставляйте комментарии.